телеканал крт представляет и знаешь я вот тоже думал что действительно вот ну не могу не может такого быть что украине там пандемия коронавирусы карантина и все остальное президент чуть ли не каждый день уже делает видео можно сказать что это первый блогер президент вот правда его не так часто смотрят конечно как например шария но то такое дело и я вот честно не думал что вот возьмут и будут закрывать больницы причем знаете одно дело там стоматологию например я бы еще там как-то вот как-то я это логически хотя бы понял а у нас закрывают прямо инфекционные больницы которые могут лечить поле коронавирусом казалось бы вроде как бы коронавирус вроде истерика вроде шеи мест не хватает коих не хватает во всем мире строят больницы а у нас киеве столице украины больницу закрывают благодаря так называемой реформе супрун и они с 1 апреля без шуток остаются без денег и вот получается интересный момент люди очень не часто интересуются что такое реформа медицинская которая началась у саакашвили супрун как было идиным вдохновителем и сейчас мы имеем уже последствия этой реформы если вот брать первичную помощь то есть когда вот у нас были педиатры условно поликлиники а сейчас называют их семейные врачи знаете название поменяли вот реформа ну и онлайн очередь уже можно по интернету записывать полиции милиции да и здесь получается такая история к сожалению что вот эту первичную часть и и как бы там как были так как она была так и осталась и просто переназвали и добавили очередь а самое главное это вторичная вот часть то есть получается за вторая ланка медицины как они называют и получается если у вас действительно что-то болит то вы приходите к семейному врачу вам выписывают направление уже к специалисту и вот здесь начинается реформа супрун потому что второго врача специалиста вы до него просто не дойдете потому что его очень скоро не будет вот как раз первого апреля я думаю что поставить одразу патолога на дома и в принципе будет все если совсем упростите экономику а чего там размусоливать и что там кому-то доводить и давайте одразу сразу ставим чтобы люди розумели вот это перший лекарь и намагайтесь все зробить сами чтобы не попасть до другого лекаря я просто сейчас вот хочу вот объяснить максимально что из себя представляет вот эта реформа получается когда уже идет человек специалисту вот здесь начинается интерес потому что у нас же очень такие очень много специализированных заведений которые находятся на очень дорогой земле в том числе в городе киеве там на этой земле находятся еще и здания которые можно приватизировать и на месте вот эти вот территории вот этих зданий построить уже частные больницы которые могут обслуживать абсолютно так сказать на другом уровне уже но только за деньги только они не будут государственные и чтобы например у нас исчезла государственная медицина чтобы у нас понятие бесплатная медицина заканчивалась только на вот в этом на семейном враче вот для этого нам вернее по логике супру нужно уничтожить всю вторичку то есть всю специализированную нашу медицину то есть перевести ее в частные руки чтобы больницы стали банкротами и в этом основная суть этой реформы если мы возьмем вот посмотрим а что же это значит это значит что с 1 апреля у нас часть больниц закроются потому что у них нет денег потому что им запретили финансировать с бюджета украины из городских бюджетов подготовили под это всю законодательную базу и что самое интересное остальные больницы которые вот заключили вот перешли уже в частную собственно коммунальное предприятие неприбыльное вот они тоже не получат сто процентов денег которые нужны они получат от 50 до там 80 90 процентов и что самое интересное то прайс который им дали по которым им нужно лечить он естественно не соответствует действительности там например зуб вырвать 9 гривен ну это не прикол и получается вот настолько низкие цены поставили что вопрос времени когда вот это вторая вторая секция медицина она просто вымрет и вот где-то через год когда все наши больницы по украине обанкротятся врачи оттуда сбегут конечно же в частной клинике потом уже делки супрум и кто там за ней стоит они просто выкупят обанкротившиеся больницы и на их месте построить уже частные поэтому когда вас будет уже семейный врач направлять к специалисту он вас будет направлять в частную клинику и понятное дело задешево она вас не обслуживает и то что написано в конституции можете забыть у меня такое вот такое питание ну мы зараз постепенно кажем супрум 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 но она же не займа ниякой посады на данный момент вроде как нет а вот например если слышать заявление уволенного министра немца он прямо сказал что меня уволили потому что пани супрум сказала что я мешаю вот этой реформе и вроде как и она уволена вроде как и ничего вроде мы видим ситуацию другую вроде мы видим как вот вот этого ставленника из-за границы который у нас в украине разваливает наше здравоохранение почему-то лоббирует всевозможных высоких кабинетов некоторых посольств ну и собственно имеем и что имеем давайте давайте перейдем до видео одно цикавого то то вы решили дизнатись або спосередньо особисто запитать чему вот сам и так відбувается все что стосуется медицины нашей было дело дивимось послушайте меня не заважайте будь ласка я во всяком случае имею право задать вопрос потому что мы как граждане граждане как журналисты как представители общественности хотим понять для нас то что вы говорите там что-то вас какого-то закона не хватает какого-то там акта писуки бумажки это словоблудие потому что есть конкретная необходимость сейчас лечить больных если вы представитель государства закрываете больницу инфекционную с учетом вот этого времени вот эти пишите заявление на способство желания таком случае если вы не справляете своими павломочиями пишите заявление вы не можете справиться дмитро я хотел бы чтобы вы прокомментировали то что мы зараз подивилися кто ця людина чему вы так с нею разговариваете чему вона с вами так разговаривает и че почули вы один одного ну на видео глава департамента здравоохранения валентина гинсбург это тот чиновник который блокирует решение киевсовета по финансированию больницы по реформе супрун две больницы в городе киева с 1 апреля остаются без денег что интересно что это они получается эти больницы по реформе супрун не могут финансироваться напрямую с государственного бюджета поэтому что больницы не закрылись киевсовет как бы я его не любил а я его терпеть не могу он проголосовал чтобы вот эти больницы получили финансирование уже не с бюджета украины с бюджета города киева и глава департамента вот эта госпожа гинсбург решила что а зачем выполнять решение киевсовета может проще оставить близости без денег может во время пандемии и прочее оставить инфекционную больницу и чтобы врачи там разбегались медсестры уходили и чтобы нам киевлянам не было где лечиться хорошая идея и она по этой идее начала блокировать это решение киевсовета аргументируя это тем что с учетом вот эти реформаторы супрун они формально запретили с бюджета города финансировать больницу то есть я вот хочу чтобы тот уровень маразма вот чтобы тебе был понятен ну смотри с бюджета города запрещено финансировать больницу вот ты мэр ты определяешь бюджет и тебе какая-то вот пони супруна говорит слушай ты как бы можешь много что делать но дэй финансировать не можешь больницы я зато то чумanga там еще пандемия Мы, когда начали разбираться в этом деле, когда получили ответы на журналистские запросы от больницы, мы, честно, не могли понять, что это правда. Мы уточнили там. И действительно, вот эта госпожа Гинсбург говорит, а я не буду выполнять решения, какие в Совете. Я буду оставлять эту больницу с 1 апреля без денег. Это похивец, которая понимает, что не нужно. У нее, может, какой-то чудовый опыт работы. Мы знаем, что она при Днепропетровщине. Есть один маленький недолик. Это то, что Днепропетровщина на данный момент это самый депрессивный регион в том смысле, что самая большая количество украинцев гибли, помирают именно там. И это не случайно. Потому что, если вот просто проанализировать деятельность вот этой госпожи Гинсбург, она начинала свой вот этот кровавый, можно сказать, путь с Днепропетровска, с Днепропетровской области, потому что именно там она начала уничтожать медицину. Именно там она получила вот этот опыт уничтожения больниц. И я вот с многими местами интересовался, которые вот из Днепропетровска, с области. И они прямо говорят, что этот человек, это ликвидатор больниц. Род дома она абсолютно очень сильно не любит и так далее. То есть это человек, которого ставят чисто для того, чтобы он максимально уничтожал государственную медицину. Ликвидационная команда, да? Конечно. И на месте вот этой государственной медицины через годик, два, три появляются частные. Уже знаете, чтобы цены были достаточно высокие, чтобы обычные граждане Украины уже не могли получить медицинские услуги в том объеме, в котором нужно. И вот именно вот этот ликвидатор, он оказывается у нас приехал уже в Киев. Тем более, мало того, там в Днепропетровске завели уже ряд уголовных дел. Непонятно, закрыты ли эти дела или нет, или не закрыты. Но несмотря на эти даже уголовные дела, очень громкие уголовные дела, как раз по медицинской сфере, вот этот пани Гинсбург, она всплывает теперь уже в нас, в киевской администрации. Хотя, знаете, если вот понять вот уровень вот этого, знаете, то, что вот не тонет, то вот у нас Кличко, поворозник, который рассказывает, это заместитель Кличка по здравоохранению, который рассказывает, что вип-палаты там с тонированными окнами, это для зэков. Ну, потом как бы вскрылось, что он немножко-немножко соврал. Я помню фильм «Хочу в тюрьму», когда там людина намагалась попасть. Ну, это не тот случай, да? Да, ну тут, может быть, уже будет наш вариант. И мы видим вот эту госпожу Гинсбург, которая занимается, по сути, ликвидацией. Ее поставили, и это объективно понятно всем киевлянам по ее действиям. Уничтожение больниц, уничтожение государственных больниц, которые финансируются с государственного бюджета. Потому что они прямые конкуренты частных. Получается, чем меньше будет государственных, тем больше вам нужно будет платить в будущем, и тем меньше вы будете рассчитывать на то, что в Конституции написано, что у нас бесплатная медицина. Там, я думаю, поправку унесут бесплатный семейный врач и служба соболезнования. Ну, наверное, где-то так. Спасибо.